Всем привет с очередной лыжной тренировки. Сегодня она у нас проходит в несколько таком, не сказал бы экзотическом, но необычном виде, это точно. Сегодня я решил, что покатаюсь в знакомых на поле местах, поскольку хороший над стоит твердый. Я решил сегодня проехать километров 20, это для лыжной тренировки немного, но так как я сегодня еду со своим братом-новичком, вот он там вперед убежал и думает, что он чемпион. Я решил, что километров 20 для нас сегодня будет достаточно, тем более, что вышли и вот свежий снежок напал такой, тормозун и кат, конечно, вообще не идеальный. Сегодня проведем просто такую, можно сказать, познавательную тренировочку, покатаемся по кустам, везде, где возможно, по знакомым местам. Вот, и надеюсь, что получим от этого удовольствие, потому что погода сегодня просто здоровая. Я поняла, солнышко вышло, красота. Ну и градусов 10 утра мороза, наверное. Вот, поэтому начинаем наше такое небольшое лыжное путешествие. Рассчитываю, что где-то часа полтора-два мы покатаемся. Сколько одиноких дней, жил не ведая о ней. Много взглядов, много рук, я встречал вокруг. Находил и забывал, утешался и страдал. Думал, в жизни все узнал, но случилось вдруг. Это не сон. Знаешь, я потерял рассудок. Я влюблен в облака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот это у нас пробежал зайчишка, зайка серенький. Типичный классический след. Вот. И вот какая красота вокруг нас. Тут зайчик пробежал, там лисичка промельтешила своей цепочкой. Вот так вот. Дорога. А где дорога? А, вот там же он, да? Да вот она дорога. Вот посмотрите. Может быть не самая приятная сторона присутствия здесь пернатых. На броды их оставили нам свидетельства свои. Ну вот они буквально, если и были, то они сейчас недавно улетели. Потому что их бы утреннее мини обязательно прихватило, сверху припорошило. Давай как дроздов. Попробуй на вкус, на зуб. Как птички поют, заливаются. Это еще только первые зимние птички. Скоро перелетные прилетят. И весь этот лес наполнится самыми невероятными трелями и звуками. А вот эта вот вековая елка, я даже боюсь предположить сколько ей лет, но я думаю лет 200 не меньше. Она видела многое. А вот здесь ушкан просто шел, как говорят лыжники, на все деньги. Размашисто отталкивался и прыгал. Но оно и понятно. В основном всегда они стараются перелететь, проскочить открытый участок местности, дабы не стать добычей той же лисицы. В основном так. Это просто классика. Вот так вот надо. Брутейшн, слав. Вот так вот только поклонники Бон Джои поймут, что это за песня. Один съехал. Теперь мой черед. Показывать высокопрофессиональным славам. И вообще нет никаких препятствий. Вот друзья, я не очень люблю делиться какими-то сентиментальностями, но в данном случае мне как-то вообще по барабам. Это просто чувство полета какого-то. А когда ты приезжаешь куда-нибудь, скажем, на малую родину, в места тебе до боли знакомые, то умножай лыжный позитив смело, я думаю, на три, на четыре. Это точно. Это просто классно. Посмотрите на это солнце. На этот блестящий. Такой серебристый снег. Ну, в общем, по Пушкину все. Все, мороз и солнце, день чудесный. Но только мороз сегодня ласковый и весенний. Класс. А где Илья? Вот прошло два часа. Мы выходим к населенному пункту. То есть заданный маршрут, он нами пройден успешно. Да, кое-где пришлось покарабкаться, кое-где пришлось в буреломах проходить, потому что сейчас уже вспоминали эти все старые тропы, они кое-где заросли. Ну, а в целом два часа классной прогулки среди такого невероятного пейзажа. Это, конечно, здорово. Вот. Ну и в целом мы прошли где-то порядка, ну, около 20 километров, наверное, сегодня прошли. Это немного, тем более, что мы шли отдыхая спокойно. Вот. Ну и все. Остался марш-бросок, финишное ускорение, около километра, наверное, до населенного пункта. Едем домой. АПЛОДИСМЕНТЫ Что плыли над ней, когда она впереди, все замирает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...